Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации, присоединяется к нашему эфиру. И мы попросим прокомментировать то, что мы только что увидели. Сергей, насколько вообще плачевно состояние новомобилизованных солдат Российской Федерации мы только что увидели? Мы правильно понимаем, что вопрос обеспечения их каким-то провиантом, какой-то едой, они же голые, босые, холодные, ложится на плечи, к сожалению, украинцев? Наверное, скорее всего, они мародерят, грабят ту же одежду, то же пропитание. Расскажите, пожалуйста, об этой ситуации. Здравствуйте. Доброе утро. Рад вас видеть. Взаимно. Взаимно. Но мы, в принципе, видели практически все, кроме эпической фразы. Вот не было этого ролика с замечательной фразой, которую можно услышать. Она звучит следующим образом. А зачем вы выжили? Вот если эти ролики посмотреть внимательно, или, по крайней мере, даже у меня на странице посмотреть те ролики, которые я выкладывал, то там вот эта фраза есть. По-моему, в этом все, собственно говоря, и сказано. Этих людей действительно используют в прямом смысле слова, как пушечное мясо. То есть их сейчас оставят. Они 300 лет никому не нужны. России не нужны жители Луганской, Донецкой области, да и любых вообще областей Украины, которые они оккупировали. Они к ним относятся изначально достаточно так пренебрежительно. За людей их не считают. Все это второй, третий сорт. Это показывают постоянно такое отношение. И, в принципе, российские офицеры и вот этих свежемобилизированных, ну и бросили туда для того, чтобы они просто закрыли какие-то дыры в обороне россиян. Для того, чтобы они собой просто остановили скорость наступления. Тут даже не наступление остановили, а просто скорость наступления украинских вооруженных сил. Вот и все. Зачем их одевать и обувать? Зачем им давать какую-то амуницию, если они все равно пушечное мясо? Их все равно перемелет эта война. Ну вот, приехали трубные жители в счастье. Это, слава богу, для них, что есть вот этот теплопровод, на котором они могут, по крайней мере, погреться. С каждым днем температура опускается, и жить у них, в принципе, особо негде. Потому что, по словам даже местных жителей, на сегодняшний день все частные дома, которые были более-менее пустые, или те, которые нравятся, их все занимают вот эти вояки. То есть приходят в наглую. Или подвиньтесь, или освободите полностью жилье. Сергей, скажите, пожалуйста, сколько людей сейчас находятся там, вот этих людей, которые попали в Санта-Барбару, или в ситуацию трагикомедии, точнее. То есть думали, что идут герои-места давиться, а оказались в роли пушечного мяса. Цифра была около 200. Сколько их там сидит сейчас? Ну, сколько сидит на трубе, я не знаю. На трубе, под трубой. Но, в принципе... В трубе. Это те, которые отползали от Лимана. Ну, бросают же еще на Сватово. Там в районе Сватово и Кремяной сейчас все заполонили вот такие вот трубожители. Только им посчастливилось больше. Они все-таки занимают частные дома, активно все минируют. Ну, там понятно, что, в принципе, готовятся к отступлению. Их задача это не то, что выстоять, а, по крайней мере, сдержать просто наступление украинской армии. И, тем не менее, есть информация о том, что трубожителей может пополниться, и оккупанты для этого задействуют даже дроны. То есть, буквально над головами людей летают вот эти машинки, которые отслеживают, кто свободен. И без разбору, будь ты стар, млад, студент, может быть, даже инвалид, приглашают неоднозначно пополнить ряды армии оккупантов. Это правда? Да, есть такое. То есть, эволюция прошла от уропатриотического похода на войну, чтобы там убивать укрофашистов. Ну, по-разному. До того, что сейчас уже просто без вот этой приставки добровольно, уже просто принудительно, в плане репрессий даже, забирают всех подряд и бросают на фронт. Ну, тут варианты, в принципе, достаточно предсказуемы. То есть, часть из них погибнет, повезет максимально только тем, кто сможет сдаться. Таким образом, они выживут. А когда они будут отступать к Луганску и попытаются перейти границу в сторону России, то я даю гарантию 99,9% что российская армия выстроится на границе и не будет пускать каких-то вооруженных людей с территории оккупированной Луганской области к себе на территорию России. Сергей, ну, вы правильно заметили, что свежемобилизованные не слишком хорошо закрывают эти дыры и прорехи российской армии. Тем более, они спасают их от их же классических ошибок. После стремительного контрнаступления на Луганской области, некоторые эксперты после первых уже успехов, уже вчера начали давать очень оптимистичные прогнозы, что такими темпами мы можем выйти на границы 24 февраля уже к концу этой осени. Разделяете ли вы такой оптимизм или будете более осторожны в своих прогнозах? Вполне вероятно, но это все равно, давайте не забывать, это все равно не парадный поход, все равно это война. Наши ребята тоже, к сожалению, погибают. Еще раз говорю, стараются сейчас, максимальное усилие, что делает оккупационная армия, это они стараются минировать все подряд. То есть, таким образом замедлить просто продвижение вооруженных сил Украины, чтобы подтянуть, выиграть хотя бы неделю-две, чтобы подтянуть резервы, подтянуть те сотни тысяч мобилизированных, которых понабирали вот эта алка войска, которые понабирали в глубинке российской. Их же тоже нужно, ну хотя бы одеть, их понятно не научат, это мясо. Но их, по крайней мере, переоденут, дадут там калашников и бросят тоже бой. Но это тоже время, это какая-то неделя, им нужно на переброс тоже потратить какие-то средства, усилия. Ничего не изменят эти алка войска, потому что они ничего не умеют. Они единственное, что пополнят стремительно статистику, увеличат количество погибших россиян. Но тем не менее, они все равно будут создавать определенные проблемы. И вот эти сейчас мобилизированные именно в оккупированной Луганской области, они будут выполнять четкую задачу сдерживать наступление украинской армии хотя бы неделю-две, чтобы подтянулись резервы. Сергей, еще такой вопрос. Вы вспомнили уже об этой трубе, на которой греются те самые алка войска. Но мы понимаем, что и холодает действительно, и погода меняется, и жизнь людей, мирных людей становится тяжелее. И вот сейчас есть просьба эвакуироваться. И контрнаступление, и отопительный сезон, это все вещи, которые буквально подталкивают к этой эвакуации. Будет ли, согласятся ли люди? Я помню, что были большие проблемы в регионе с этим. Как сейчас обстоят дела? Люди, к сожалению, особенно в сельской местности, не хотят выезжать. Они не выезжают, пока, допустим, не будет какого-то прилета и не разрушится их дом. Только тогда они как-то все-таки уже соглашаются выезжать, кооперируются с соседями и уже уезжают с линии обстрела. К сожалению, очень много людей не слышат или не хотят, и не слышат. Или как-то вот они все-таки ментально не готовы оставить свои дома, боятся, что их уничтожат, разграбят. Ну, все что угодно. Но вот ментально уехать с земли, на которой они прожили всю свою жизнь, не готовы. И это колоссальная проблема, потому что линия фронта, она проходит не какими-то четкими критериями, и снаряды прилетают не только там в танк или в бронетранспортер, но всякая, это война. К сожалению, гражданские гибнут, и гибнут именно часто из-за своей же беспечности. Сергей, спасибо вам за вашу титаническую работу, за этот труд, который вы каждый день делаете. Это очень большая ответственность, и спасибо вам за это включение. Да еще и находите время для того, чтобы с нами пообщаться. Спасибо огромное, всего доброго. Сергей Гадай, глава Луганской войны администрации, был с нами на прямом включении телеканала Freedom. Субтитры создавал DimaTorzok